Ну что же, всем привет, с вами Космик и Лена Мкета, вместе с сезоном Каламистия. Как вы помните в прошлой серии нашего с вами прохождения, мы убили мать императрии света, богиню Правиденс. Также из-за того, что Рейна Буэйн, по его идее был убит Полтербаст, причем перед богиней. Ну а сегодня у нас стоит цель убить высшую ведьму Каламидас, босса качалки. Не будем медлить, давайте же начнем. Сразу после того, как мы убили Правиденс, с мобу Серного Биома начали падать кровавые камни, из которых делается броня на разбойника, кем я и являюсь. Мы потратили на добычу материалов около 4 часов, и это без преувеличения. После всего фарма, я с Рейна отправился на бесконечную пустоту, а этот босс является последним из трех сражей пожирателя богов. На мастер-моде с миссией у него всего лишь 200 тысяч хп, но тогда возникает вопрос, почему он сильнее Монлорда или Правиденс. А дело всего в том, что она неуязвима 90% всего боя с ней. Но даже когда пустоту можно бить, ей ты можешь нанести всего несколько тысяч единиц урона. Изо всех этих факторов мы ее убили лишь с 36-ой попытки. Субтитры добавил DimaTorzok Если вам показалось, что это сложный босс, то вы еще не знаете, кто поистине адский босс. Как ни странно, им оказался пожиратель богов. На его убийство мы потратили более 48 попыток. Большая часть из них мы еле-еле доходили до предпоследней стадии. А по сложности я бы его поставил на второе место в топе, при том Calamitous я бы поставил на пятое. Но все же с 49-ой попытки мы его убили. Если я что-то скажу, ты лучше мне поговорить. Турнись на новый уровень, босс, ты не видишь ничего. Я попал с нового року, электроник, blow the sonic roof up. Я слишком honest, когда я возьму пару шагов. Они слишком toxic, нужно взять новую сумму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После этого порождения дьявола шел Ярон. По мне, он даже не заслуживает упоминания, потому что в сравнении с пожирателем богов он никто. Мы на него потратили всего лишь одну попытку, поэтому давайте на нем не останавливаться и идемте дальше. Чтобы вы понимали суть происходящего, параллельно с убийством боссов, Рейна изучала механизмы Дрейдона, при помощи которых мы смогли убить экзомеханизмы. Таких боссов всего трое. Арес, Артемида, Аполлон и Тонатос, конечно же. В зависимости от порядка их убийства выпадает разный лут. Мы убили всех боссов по очереди. Но все это мы затрошили около 145 попыток, и я даю ему право считать это самым сложным боссом. Пришло время финального босса. Высшая ведьма Каламикас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, на этом все. Вы пока можете написать в комментариях, про что нам с Рейна снимать дальше. Всем желаю хороших видных. Всем пока.